В госрезиденции выстроена рота почётного караула и застелена красная ковровая дорожка. Сегодня здесь прошла церемония вручения верительных грамот вновь назначенных послов. Они прибыли на приём к президенту Садыру Джапарову. Великобритания и Кыргызстан будут наращивать связи в сфере образования и прорабатывать вопросы о беспошлином выходе отечественных товаров на рынке Англии, сказал вновь назначенный посол королевства Николас Боулер. «Мы намерены и дальше развивать наше сотрудничество по приоритетным направлениям. Поэтому мы работаем над этим, чтобы 8 тысяч наименований товаров из Кыргызстана были представлены на рынках Англии без пошлин и таможенных платежей. Мы будем работать над этим, чтобы облегчить доступ кыргызстанских товаров на нашей рынке. Наряду с этим будет вестись работа по привлечению инвестиций». Своим опытом по управлению водными ресурсами и эффективному использованию зелёной энергетики готовы делиться Дания, сообщил посол Якоб Хэннгцен, отметив, что Кыргызстан – именно та страна, которая вызывает интерес у датчан своей нетронутой природой. «Мы готовы распространять наш опыт в Кыргызской республике в области управления водными ресурсами и зелёных технологий в энергетике. Другая сфера интереса – это туризм. Я сам недавно побывал в Сонг-Кёле и ночевал в юртах. Такие колоритные и этнические места нетронутая природа вызывают большой интерес у датчан в качестве туристического маршрута». Палестина и Кыргызстан будут наращивать связи во всех отраслях. Для большего взаимодействия между странами особую роль сыграет посольство, которое Палестина собирается открыть в нашей стране. «Скоро, я думаю, будем строить посольство здесь, чтобы был как постоянный посоль, чтобы развивать отношения между нашими братскими странами – Палестина и Кыргызстан. Во-первых, очень ценная позиция Республики Кыргызстан, которая всегда поддерживает палестинскую справедливую борьбу за свободу и независимость. Есть между нами исторические, в плане туризма, экономики, культуры. В многих сферах мы будем, дай Бог, развивать отношения». С послом Ирана Садрджапаров обсудил перспективы развития отношений в сфере транспорта, сельского хозяйства и строительства малых ГЭС. «Мы обсудили наращивание взаимосвязей в сельском хозяйстве, транспорте и инновационных технологиях. Я думаю, есть возможность сотрудничества по строительству малых ГЭС, так как Иран обладает в данной отрасли большим опытом. Не забыли и про экономическое, и торговое сотрудничество. В этом секторе мы наметили планы». Верительная грамота – это основной документ вновь назначенного посла, который он торжественно обстановке вручает президенту страны пребывания при первом его высоком приеме. «Это экономика, торговля, туризм. Так что этот год начался очень динамично. Мы уже провели двусторонние политические консультации на уровне Министерства иностранных дел. В сентябре ожидаем визит парламентской делегации в Бишкек. Хотим пригласить министра иностранных дел к концу октября, начале ноября в Грузию. Я думаю, что надо сохранить сейчас эту динамику и уже в будущем году выйти на новый уровень». Также свои документы Садуру Япару вручили дипломаты из государства Кувейта и Королевства Бахрейн. Глава государства поздравил послов с официальным началом депмиссии в Кыргызстане и пожелал больших успехов на ответственной службе. С момента обретения независимости Кыргызстан последовательно развивает политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира. В том числе, кыргызская сторона готова к взаимовыгодному и продуктивному партнёрству с Палестиной, Кувейтом, Бахрейном, Данией и Грузией. «Вы всегда можете рассчитывать на поддержку своей деятельности в стране, как со стороны Кабинета министров, так и лично с моей стороны». Садыр Япаров призвал открыть свои посольства тех стран, чьи резиденции находятся в третьих странах Бишкеки, и выразил готовность предоставить им земельные участки построительства зданий.